Газпромнефть Муравленко близится к завершению спартакиада среди подразделений предприятия. 1 мая в соревнованиях по шахматам разыграли 8-й комплект наград спартакиады. Турнир интеллектуалов вызвал неподдельный интерес у нефтяников. За призовые очки сражались 28 спортсменов, представивших 14 команд. Чем ближе финиш спартакиадного марафона, тем ценнее становится каждая заработанная в промежуточных соревнованиях медаль. Тем более, что шахматы, пожалуй, самый доступный и демократичный вид спорта. Я занимаю шахматы, у меня сын играет в шахматы. Дома, вечерами играем. А от разряда каких-то нет? Нет, от разряда нет, это просто личная заинтересованность личная. Несмотря на кажущуюся незрелищность, страсти кипели на шахматных досках нешуточные. Главная интрига в личном зачете, сможет ли признанный лидер города Алексей Головня, представлявший команду аппарата управления, подтвердить свое звание сильнейшего. Конкуренцию ему в этот раз составил Ильдар Шарифуллин из службы главного геолога, кстати, также кандидат мастера спорта. Оба числились первыми номерами своих сборных и по ходу турнира набрали одинаковое количество очков. В итоге судьба первого места решилась в личной встрече, в которой сильнее оказался Головня. Шарифуллин на втором месте, третий призер на первой доске Аркадий Ситников из УПСНГ. На второй доске победа у еще одного представителя УПСНГ Сергея Полторацкого. Второе и третье места, соответственно, у Андрея Голубева, пятый цех добычи и Сергея Кузнецова, ЦТР. В командном зачете УПСНГ на первом месте, второе у сборного аппарата управления, третье у команды первого цеха добычи. Такой результат делает ЦДНГ один практически недосягаемый лидером в общем зачете спартакиады. Мы никогда не пропускали ни один вид. Даже если мы в него не умеем играть, ну, как в советские времена, пионеры всегда готовы, то есть, видите, оказывается сопротивление, насколько достойна команда. Остальным сборным остаются лишь теоретические шансы на победу в общем зачете спартакиады. Впереди у них тянет в розыгрыше еще двух комплектов наград. 12 мая пройдут соревнования по пулевой стрельбе, а 25 мая состоится завершающий вид – легкотетический кросс.